Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. Начнем, сначала, с самого главного. Если вы учились заочно и как попало, то зачем вы вообще учились? Вы не хотели учиться. Вам нравилось совсем другое. Почему вы учились? Для чего вы учились? Это, пожалуй, самое главное. На все стоит ответить. Дальше. Следующий момент. Вы говорите, что вам всегда нравилась сфера ремонта техники копировальной. Я, конечно, не очень понимаю, почему именно копировальные техники, но полагаю, что вы смогли бы найти более общий интерес. Ну, то есть, подняться на уровень выше, значит, в сфере ремонта. То есть, если вам нравится ремонтировать технику, если это ваше, действительно, то я предлагаю вам, собственно, этим и заниматься. Дальше. Как вы занимались. Только теперь немножко, ну, в другом направлении. Немножко в другом аспекте. Вот. В немножечко в другом свете. В немножечко в другом ключе. Вот. Я полагаю, что именно это и нужно в первую очередь вам сделать. Вот. То есть. Понять. 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 Для себя. Что именно вы хотите. Вот. Потому что, ну вот, пока, на данный момент, на мой взгляд, это такая, что у вас своя профессия не определена. Вообще. Вообще. Вопросы не определены. А зачем, для чего, что именно в ремонте вам нравятся техники. То есть, если вам нравится ее ремонтировать, например, то это одно, то хорошо, никаких проблем с этим нет. Если вам нравится. Ну. Но. Но. Не кажется ли вам тогда, что вы как-то ограничиваете себя через всю ремонт, ремонтом только одного вида техники. Вот. Дальше. По поводу юриста. Да. По поводу юриста. Мне кажется, что если мы говорим об этом, то как вам не нравилась профессия тогда, так она вряд ли вам понравится и сейчас. И идти на эту профессию можно, ну, наверное, только в том случае, если вам хочется именно зарабатывать. То есть, если вот нужно зарабатывать, то идите туда, безусловно. Вот. Ну, мне кажется, что, опять же, чтобы зарабатывать нормальные деньги в юриспруденции, нужно как минимум, чтобы профессия нравилась. То есть, если она вам не будет нравиться, то вряд ли вы сможете чего-то достичь. Там. В этой профессии, в этой сфере. Вот. Соответственно, вы говорите, может быть пойти. Может быть пойти для чего? Чтобы что? Ну, пойти. Ведь должна быть какая-то цель у этого все равно. И мне кажется, что именно с целью вам и стоит определиться. Опять же. Да? То есть, вот. Что вы хотите? Чего вы ожидаете? Ну, от того, что пойдете на юриста, например. Дальше. Дальше работать. Юристом. Вот. Ну, это тоже очень такой важный момент. То есть, совершенно очевидно, да, что если вас не летит к этому душа, то работать вы там не сможете. Адекватно. Значит, а что нужно сделать? Вы пишите, что у вас была депрессия. Сильная депрессия у вас была. И мне кажется, что если у вас действительно была депрессия, то, ну, как минимум, как минимум, нужно ее продиагностировать. То есть, если депрессия была, то, соответственно, это заболевание, это серьезное заболевание, и его нельзя игнорировать. Поэтому обязательно к кукурации, либо, соответственно, к психологу для проработки этого. Что-то следующее. Депрессия – это подавление, подавление себя. То есть, вы подавляете себя, а вы подавляете свои желания. И в данном случае, мне кажется, что речь идет, скорее, о том, что вы должны делать. О том, что вы должны работать. Ну, например, что вы должны работать. И тут у меня, опять же, к вам вопрос. А для чего вам работать? Ну, если вы считаете, что нужно. Вот. А зачем работать? Для денег? Для целей своих? Для чего? Если для денег – это одно. Если для самореализации – это другое. Но, мне кажется, что если для самореализации вы, значит, собираетесь работать, то тут нужно выбирать то, что нравится, а не то, что… не то, к чему у вас есть обучение. Ну, вот. Я думаю, так. Можно вам ответить на ваши вопросы. Вопрос. Поэтому… Угу. Ну, вот, в принципе, я думаю, все, все. Можно, конечно, проанализировать еще аспект, связанный с тем, насколько вы себе доверяете, насколько вы себя цените, насколько вы относитесь к себе ценностно и так далее. Можно еще данный аспект обязательно разобрать. Вот. Ага. Но это, опять же, исключительно по вашему желанию. Да? То есть, если хотите, то разберем. Если у вас стоит вопрос между тем идти ли вам, значит, ну идти ли вам на юрид, то я думаю, что здесь нужно в первую очередь все-таки смотреть на цель. Просто, просто, просто цель. То есть, если я иду куда-то, то зачем я иду? Если я иду куда-то, то чего я хочу? Без этой цели, без этих целей вряд ли получится что-то у вас. Адекватно. Вот. Ну ага. Что касается самореализации, то здесь история такая, что для нее нужно все же вот прислушиваться к себе. Именно. То есть, это именно прислушиваться нужно вот к тому, что вы чувствуете, к тому, что вам важно, к тому, что вы хотите и так далее. Вот. Вот. Только так. Мне кажется. Мне кажется, что, ну, ситуация, она вот только так может раскрываться. Ага. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Обязательно задумайтесь над теми вопросами, которые я задал, потому что это важно очень. Вот. И если вы, если вы отнесетесь к этому серьезно, то я думаю, что вы сможете не повторить ошибок, которые совершили, и собственно сделать все как нужно. И, в общем, быть счастливым. Вот. Но депрессия это все серьезно, и это означает, что в саму работу вы, вероятно, вкладываете больше смысла, чем нужно. То есть, она для вас несет какой-то личностный смысл. А это вот не совсем правильно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.